Глубоко уважаемые коллеги, хочу вам представить клинику эпидемиологические особенности и результаты лечения лимфомы Хучкина у молодых пациентов. С незапамятных времен подростковый период подвергался критике. Еще Сократ жаловался, что дети сегодня тираны, а не противоречат их родителям. Гомер характеризовал подростков как быстрых характере и слабых суждениях. Конфликтность в семье, агрессия, сексуальная активность – все эти характеристики привели к тому, что на подростках был создан штамп как на непослушных и очень трудных. Переход от детства во взрослое состояние для подростков очень сложен. И столкнувшись в этом периоде с онкологическим заболеванием, они испытывают панический страх и неопределенность. Национальным институтом рака подростки и молодые взрослые определены как лица 15-29 лет. В России 15-19-летние подростки составляют 6,5% населения. 20-29-летние молодые взрослые – это 17%. Заболеваемость 20-29-летних подростков и молодых взрослых превышает заболеваемость детей до 15 лет и подростков 15-19 лет в 1,3-4 раза соответственно. Практически во всех экономических странах, экономически развитых странах, около 2% опухолей приходится на возраст от 15 до 30 лет. Кроме того, злокачественное заболевание является второй причиной смерти после травм. Изучение подросткового рака тесно переплетена с общей историей изучения рака. В 50-60-е годы прошлого века впервые появились объединения и исследовательские группы по изучению эффективности программ и новых комбинаций лечения опухоли у детей. В 55-м году прошлого века была создана группа по изучению химиотерапии острых лейкозов, позднее переименованная в группу изучения рака у детей. В 79-м году от юго-западной онкологической группы отделилось педиатрическое направление, названная педиатрическая онкологическая группа. В 69-м и 72-м году были основаны группы по изучению опухоли Вилмса и рабдомиосаркомы. Следует отметить, что в те годы подростки лечились по педиатрическим протоколам, при создании которых не учитывались ни биологические особенности, ни нозология опухолей этого периода. И только при слиянии нескольких детских групп в единую группу по исследованию опухоли у детей появился комитет, изучающий особенности терапии злокачественных опухолей у подростков и молодых взрослых. Первым злокачественным заболеванием, которое подверглось критике данного комитета, была именно лимфома Ходжкина, как наиболее распространенная среди подростков заболевания. Уникальной особенностью лимфомы Ходжкина является бимодальное распределение этого заболевания с пиками между 20 и 24 годами и 75 и 79 годами. Заболеваемость у 15 и 29 летних лиц составляет 44 на миллион в год. На данном слайде представлена заболеваемость лимфомы Ходжкина в сравнении с неходжкинскими и другими лимфомами. Пик лимфомы Ходжкина, соответствующий 20-24 годам, соответствует только началу увеличения случаев заболеваний неходжкинскими и другими лимфомами, свойственными для взрослых. В 15-19 лет преобладают по заболеваемости все-таки женщины, хотя в следующие, более старшие возрастные группы, на первое место выходит мужской пол, и к 40 годам соотношение по полу уже составляет 2 к 1 в пользу мужчин. В последние годы отмечено увеличение заболеваемости лимфомы Ходжкина, в меньшей степени это касается 15 и 29-летних, в большей 30-44-летней. Как правило, в последнее время увеличила заболеваемость среди женщин. В развивающихся странах в большей степени чаще всего заболевают все-таки детские дети, и причем в этиологической природе имеют именно инфицирование вирусом Эпштейн-Абар. В развитых странах, и это видно по бимодальной кривой Макмахана, чаще болеют молодые, взрослые и пожилые люди. Как правило, вирус Эпштейн-Абар инфицируются дети в скученных семьях, как я сказала, уже в развивающихся странах, где снижен клеточный иммунитет. И вирус Эпштейн-Абар вызывает все-таки смешанно-клеточный вариант лимфомы Ходжкина. У молодых взрослых чаще встречается надулярный тип лимфомы Ходжкина, и лимфома носит все-таки статус несвязанного с инфекцией в Эпштейн-Абар заболевания. У детей очень часто лимфома Ходжкина наслаивается на иммунодефицитные состояния, такие как синдром Вискота-Олдрича, Блума. У молодых взрослых также существует генетическая предрасположенность, и это доказывается случаями повышенного риска заболеваемости в семьях, где уже есть пациент больной лимфомой Ходжкина. Летальность 15-29-летних составляет 4,8 на миллион в год. Причем летальность у 20-24-летних в два раза превышает летальность 15-19-летних, составляя 5 на миллион в год. А все-таки максимальную летальность в этой возрастной группе имеют пациенты от 25 до 29 лет, а летальность их 7 на миллион в год. Во всех практически многофакторных анализах мужской пол является прогностически неблагоприятным фактором, и это видно на данной диаграмме, где летальность все-таки мужчин превышает таковую у женщин, начиная с 15 лет. В настоящее время используется европейско-американская классификация модифицированная ВОЗ, по которой выделяют классическую лимфому Ходжкина и нодулярный вариант с лимфоидным преобладанием. Мы все знаем, что классическая лимфома Ходжкина дальше разделяется на нодулярный склероз, смешно-клеточный вариант, тип лимфоидного преобладания и тип лимфоидного истощения. Клиническая картина лимфомы Ходжкина у молодых взрослых вариабельна. У 80% больных поражаются шейно-нодключичные лимфатические узлы, у 15% и у 10% подмышечные паховые, соответственно, у 60% медистинальные. Гепатосплена мегалия встречается достаточно редко. У третьих пациентов существует Б-симптоматика. В анализах крови нередко выявляется анемия в связи с нарушением утилизации железа. Кроме того, дополнительным фактором является приобретенная аутоиммунная реакция кумсположительная, которая также способствует хроническому эритролизу. Практически у всех больных так или иначе реагирует соя. Особенно она повышается при большой опухолевой массе и является, как правило, во всех анализах предиктивным фактором неблагоприятного прогноза. Нередко выявляется нейтрофилез. У 15% больных повышенные иосинофилы в анализе крови. У 3% поражается костный мозг. При адекватно подобранном лечении возможно полное излечение пациентов. Особенно это касается детей, подростков и молодых взрослых. Однако с течением времени кривые не выходят на платы и имеют постепенное снижение. На данном слайде представлен коэффициент летальной заболеваемости. Этот коэффициент тем ниже, чем лучшие прогнозы и выше заболеваемости. Мы видим, что наименьший коэффициент летальной заболеваемости именно у подростков и молодых взрослых. После 50 начинается рост этого коэффициента, что говорит о худшей выживаемости и худшем прогнозе. Как сказала Маргарита Борисовна, терапия молодых взрослых проводится либо по детским, либо по взрослым протоколам. Причем стратификация по данным программам различна. У взрослых больные все рандомизируются на пациентов с ранними стадиями и распространенными стадиями. Пациенты с распространенными стадиями получают 6 циклов по схеме АБВД. В то время как в детских протоколах, как правило, схема АБВД альтернируется с другими схемами, не содержащими алкелирующих препаратов и антрациклинов, с целью снижения риска отсроченных осложнений, таких как кардиопульмотоксичность и вторые опухоли. Я уже сказала, что нет каких-либо рандомизированных исследований. Впервые СМИД с автором в 1999 году выявил 5 факторов, которые неблагоприятно влияли на прогноз. Это мужской пол, это вторая, третья, четвертая стадии, большая медицинальная масса, уровни гемоглобина менее 110 грамм на литр и лейкоцитов более 13,5 тысяч в литре. Некоторыми авторами сюда добавляются наличие Б-симптоматики, некоторыми наличие надулярного, типа надулярного склероза. Ответ на первичное лечение также и является предиктивным фактором. И обобщая все эти данные, выделяют следующие группы риска. Это благоприятная, с локализованными стадиями, поражением менее 4 зон, отсутствием Б-симптомов, экстранодальных и массивных поражений, промежуточная, в локализованной стадии, но с массивным поражением, и неблагоприятная, либо это распространенные стадии, либо это локализованные стадии с Б-симптомами. За последние 15 лет опубликовано около 80 исследований, но лишь 7 из них содержат сведения и оценивают именно подростковую группу. И, как правило, в половине из них возраст не являлся значимым фактором прогноза. Однако в некоторых исследованиях именно возраст у кого-то старше 13 лет, у кого-то старше 16 лет достоверно снижал отдаленные результаты лечения. Благодаря современным программам удается вылечить очень многих. Некоторые пациенты живут десятилетиями и являются уникальной когордой для исследования желательных явлений химио-лучевого лечения. Подростки все-таки имеют худший прогноз, чем дети. У подростков, в отличие от детей, не встречаются радиоиндуцированные нарушения роста. Дети все-таки находятся в периоде полового созревания и периоде вытягивания, и у них часто встречается именно это осложнение. У всех пациентов повышен риск развития антрациклин-индуцированной кардиотоксичности и вторичных солидных опухолей. У девочек, которые подверглись облучению средостения в возрасте 10-16 лет, более высок риск развития рака молочной железы, что подтверждает теорию индуцирования ионизирующим излучением именно солидных опухолей в растущей ткани молочной железы. И основным методом снижения отдаленной токсичности является адаптация интенсивности терапии с учетом прогностически неблагоприятных факторов. Цель эту преследует использование комбинированной рискодаптированной терапии с редукцией доз интенсивности и полей облучения и уменьшением кумулятивных доз цитестатических препаратов. В нашем институте также проведен ретроспективный анализ подростковой группы, куда были включены сведения о подростках 19-29 лет. Их число составило 87, средний возраст был 24, мужчин при этом было 40%, женщин 60%. Соотношение по стадиям было приблизительно одинаковым. Локализованные стадии диагностированы у 54%, распространенные у 46%. 42,5% пациентов имели экстронодальное поражение, 54B-симптомы. Чаще всего выявлялся, конечно же, нодулярный склероз у 84-87%. Все пациенты получали от 2 до 11 циклов полихимиотерапии, причем в индукцию ремиссии 55% получали АБВД и 41% схему Биокоп. В 65,5% в лечении было добавлено консолидирующая лучевая терапия в суммарных очаговых дозах от 20 до 51 ГРЭ по различным программам. Это 17% получили облучение по методике вовлеченных зон, 18% по методике расширенных полей и 16% субтотальное и тотальное облучение. На данном слайде представлены показатели выживаемости. Наш материал – молодых взрослых, верхний рисунок и дети. На данном слайде видно, что все-таки отдаленные результаты у молодых пациентов были несколько хуже. Общая выживаемость у них составила 83%, у детей – это 93%. Бессобытийная выживаемость была 51%, у детей – практически 80%. Резюмируя, следует отметить, что молодые пациенты имеют достаточно высокий уровень заболеваемости. Лимфома Ходжкина составляет около 12% всех заболеваний у 15-29-летних пациентов. Патоморфологические особенности и этиология заболеваний имеют отличные от детей и взрослых черты. У молодых пациентов чаще, чем в других возрастных группах, выявляются отдаленные последствия лечения. В настоящее время данная когорта больных получает терапию либо по педиатрическим, либо по взрослым программам, отличающимся по стратификации и объемам радиохимиотерапии. Цель современных программ для молодых взрослых должна все-таки базироваться на принципах минимизации отдаленных последствий без ухудшения лечения. Благодарю за внимание.